добрым утром всем пойдем хотя что-то мы вам не снимали нашу гостиницу так ну что не снимали вам нашу гостиницу сейчас поснимаем и покажем вам завтрак да, Лилович? Лилович, покажем завтрак? ты уже показывала? нет, это я показывала в инстаграме а мы сегодня последний день и выдвигаемся в БАТУМИ ну так я же сказала БАТУМИ от слова БАТУМИ еще надо, хватит кряхтить кряхту вообще ужас какой-то да? ты кряхтунчик? давай мне его ну пойдем вместе выйдем такой тут холл лобби 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 смотрите тут ресепшн и дальше идет завтрак ресторанчик барчик тут парковка большая сейчас мы давай сейчас я его давайте быстренько вам поснимаю соки фруктики бананы виноград яблочки дыньки череп fashion Сухие завтраки, молоко, сыр, мясо, овощи, тосты, всякие разные джемы, сухофрукты, самса, выпечка, яйцо, кашка, манная сегодня, сосиски, картошка, фасоль, овощи и омлетик. Вот такой завтрак. Всем, всем, всем с добрым утром. Мы с вами, конечно, уже общались, потому что мы показывали вам завтрак. Ну что, мы уже в дороге и уже направляемся в Батуми. О, покажи, сколько это в Батуми. В Батуми 352 километра. Вот, в дороге время составляет 6 часов. Вот, мы уже в дороге, как я вам сказала. А почему так много 6 часов? Потому что трасса такая забитая, вот. Что я вам могу сказать? Как мне Тбилиси? Город очень понравился. Да, очень. И много интересных исторических мест, которые можно посмотреть. Замечательная природа, можно, огромное количество разных каньонов, водопадов. И можно все эти места посетить, и сам город шикарный, и шикарная кухня, конечно, стала значительно дороже. Ну, по отношению, мне кажется, что цены даже дороже, чем в Мурманске, на некоторые продукты, так точно. Понятно, что мы там на рынок не ходили, но вот в кафешках, в ресторанах цены значительно дороже. Ну, где-то общий чек, да, Милана, на сколько мы с тобой? Где-то 93,80. Ну, где-то, ну, это где-то на 2000 рублей мы ели, это без алкоголя, да. То есть, это может быть, там, я бокал пива выпивала, и все, а остальное все, ну, по еде. И то, мы там не набирали очень много там салат, два вторых, вот и все, в принципе. Ну, что, без супов. Ну, да. Вот, поэтому цены, ну, значит, такие приличные. Да. В магазинах, кстати, тоже все очень дорого. Ну, вот умножайте просто, сок апельсиновый литр стоит 9 лари, умножайте на 25. Потом что, макароны, макфа, ну, вот то, что мне заполнилось. Запомнилось 4,60, тоже на 25, ну, дороговато, это больше 100 рублей, да? 176, примерно. Да нет, ну, поменьше. Вот, то есть, ну, цены значительно дороже. Да. Не знаю, фрукты мы, у нас были в завтраке, и на завтраках было много фруктов, были арбузы и дыни, ну, я сегодня вам показывала виноград, да, бананы, бананы, сливы. Сливы сегодня не было. Да, ну, обычные сливы, дыня вкусная, да? Поэтому мы, как бы, фрукты не брали. Ну, у нас впереди Турция, поэтому, я думаю, что мы еще фруктов наедимся. Наедимся. Нам хватало, хватало фруктов и овощей в этом, на завтраках. Вот. И, наверное, рассказать про отношения, да, к русским, оно просто замечательное. Никого не слушайте, все улыбчивые, все довольные, все спрашивают, ой, из России. Я говорю, ну, я говорю, да, из России, из какого города? Я говорю, из Мурманска, все знают, где Мурманск. То есть, ой, это север. А когда еще рассказывают, что я приехала на машине в одни руки, уже проехала пять тысяч километров. У всех, особенно у мужчин, вот такие большие глаза. Боже мой, какая вы молодец. Это жена, да, девушка. И вот столько такой сложный путь проделала. Рады вас видеть, там, поцелуйчики. И так практически каждый. То есть, да, Милан, мы вообще не заметили какого-то, никто, машина у нас стояла. Она, конечно, стояла при отеле, но все равно парковка, то есть, открытая, да, и туда мог каждый зайти. Никто у нас там не снимал наши номера, не гнул, ничего не делал. То есть, там, в дороге видят прекрасно, что я из России, где-то, ну, понятно, что я город не знаю, да, там, по навигатору езжу, немножко подтупливаю. Ничего страшного, пропускают, то есть, нет какого-то там хамского отношения, там, что ты сюда приехала, там, и так далее. Нет, вообще совершенно. Девушка была потрясающая, кому нужны будут контакты гида в Тбилиси, я вам обязательно с вами поделюсь. Она вот как раз, Милана, у нее кто? Папа грузин, да? А мама из Украины, да? И сейчас у нее родители на Украине. Милаша, прямо, да, ехать? Да, наверное, да? Ага, хорошо. Значит, да, у нее сейчас родители на Украине, сестра с семьей тоже на Украине, то есть, они не собираются оттуда уезжать в приграничный, там, городочек с Белоруссией и Россией. Поэтому, ну, вот таким образом тоже очень все доброжелательно, все понимают прекрасно, что это, да, прямо, да, подумаем. Все прекрасно понимают, что все это политика и люди зачастую никакого отношения к данной спецоперации не имеют. Причем... И многие не знают, что у нас есть санкции. Санкции, да, кстати, все удивляются, как это у нас, почему карточки не работают. Вот как в Норвегии тоже мы вам рассказывали. То же самое, да, да. Что они, как это так, какие санкции, я говорю, ну, вот виза и мастеркард, они работают, да, на территории других государств. Все в таком, каком-то, как это так, как такое вообще может быть. Да, да, да. Вот, ну, здесь можно без проблем отменять, значит, русские рубли на Ларе. Вот. Курс где-то сейчас... 25 рублей? Да, 25 рублей. Или 21? Что-то я, не ладно, что-то у меня как-то... Что случилось? Сейчас. Да нет, что-то мне показалось, это, наверное, этот... Асфальт. Вот. Вот, ну, как-то так. Поэтому все отлично. Все отлично. Да. Приезжайте в гостеприимную Грузию. Ну, а мы движемся сейчас... Батуми. В Батуми. В Батуми. И будем еще пару дней в Батуми и 29 август тобой выдвигаться уже на границу Сурции. Все. Ну, ждите дальше наше прямое включение. Будем вам показывать дорогу до Батуми и за сколько мы по времени доехали. Да. Кстати, в Грузии на час вперед... Да. Вперед часы. Сейчас 12.51. И мы только, да, потому что сидели монтировали вам видео и припозднились. Знаете, только выехали из Тбилиси. Сейчас посмотрим, за сколько мы доедем. Да? Все. Любим вас. Так, ну что, мы подъезжаем в Батуми. Осталось у нас 37 километров. 37 километров. Да. Ну, что сказать по поводу дороги. Закладывайте. Сколько вы ехали? В 11.50. Ага. Сейчас сколько время? В 16.23. Ну, так. Закладывайте где-то 5 часов, 5-6 часов. Потому что дорога ремонтируется и есть участки вот там 100 километров, где вообще просто невозможно фуры никак объехать. И из-за этого, конечно, едешь 50 километров в час и все. Вот. Ну, уже, мне кажется, такой прибрежный запах, да, пошел. Вот. Морской воды. Милана, тебе как в целом дорога? Расскажи. Ну, много, много ремонта, да? Да. Очень много ремонта. Панели, вот это все. Да. Конечно, скоро будет, наверное, все замечательно. Ну, вот, кстати, перед подъездом в Батуми, вот сейчас Милана вам показывает, всего две полосы, да, и все. Тоже. То есть не четырехполосная дорога. Есть четырехполосная, это на выезде из Тбилиси, и еще кусочек посередине где-то, да, остальное все двухполосная. Да. Дорога. Ну, вот видите, вот сейчас фура, хоп, и все. И вот ты хоть что делай. Да, то есть там поток машин идет. Вот такая вот, в принципе, тема практически везде на дорогах, особенно на которых ремонтируют. А там еще такой горный серпантин. Поэтому вот закладывайте на дорогу побольше времени. Ну, спасибо. Ну, пока-пока. Ну, пока-пока. Ну, пока-пока. Продолжение следует...